Радиостанция «Народная волна Чикаго» Добрый вечер, здравствуйте. Они могут вас предать, не бойтесь врагов, они могут вас убить, бойтесь равнодушных. Они не убьют и не предадут, но с их молчаливого согласия совершаются все подлости и гадости на земле. Я по памяти цитирую, может что-то неправильно сказал. Да, да, да. Цитаты известные. Да. И вот если сейчас смотреть на Россию, то есть Ахиджакова и Машков, есть Хаматова и Михалков. Но есть и третья группа людей, которые молчат. Вот скажите, в этой ситуации, которая сегодня происходит между Россией и Украиной, действительно ли, на ваш взгляд, молчание золото? Ну, конечно же, нет. Хотя в данной ситуации молчание может означать самые разные чувства. Многие молчат, потому что им все равно. Многие молчат, потому что они боятся. Многие молчат, потому что надеются, что переждут, и все это рассосется, и лучше не заявляться ни с той, ни с другой стороны на всякий пожарный. Так что молчание разное. Вы знаете, мы уже до такой стадии дошли, что я, например, считаю, что тех, кто молчит, я это молчание слышу. Я понимаю, почему человек молчит. Не потому что ему все равно, или потому что он поддерживает войну, а потому что страшно ей-богу. Вот это молчание я уже считаю почти героическим поступком. Потому что вы же видите, если вы следите за тем, что происходит в России, вы видите, какое количество выскочек, добровольцев, которые хотят быть первыми. Первыми заследить свое почтение и Владимиру Путину, и власти, и поддержать войну, и призывать всех разорвать, убить, расстрелять, забомбить, завоевать, освободить Украину от фашизма. Это же не только депутаты и Государственные думы заявляют, и кричат, и витиствуют. Это не только политики, не только активисты путинских организаций, но и большое количество людей, которых мы называем представителями так называемой творческой интеллигенции. Это и работники театров, и главные режиссеры, и кинематографисты, которые молчат. Владимир Познер молчит, например. Который тоже себя любит позиционировать как великим гуру журналистики отечественной. И всегда говорит о том, что он человек очень честный, очень смелый, очень откровенный. Но в данной ситуации он молчит. И это тот случай, когда молчание можно расценивать как малодушие, а не смелость. Заявленная тема сегодняшнего интервью была «Завтра была Россия». По аналогии известной тоже произведения Бориса Васильева «Завтра была война» и одноименного фильма «Юрия Карры» тоже «Завтра была война». Вот как вы оцениваете, Россия и война – это сегодня одно и то же? Ну, конечно, что тут говорить. Это так. Россия – это война. Россия – это символ войны. Россия сегодня символ агрессии, символ зла, символ захватнической войны. Тут я ничего нового вам не скажу. Я прекрасно понимаю, какой сейчас образ представляет собой моя родина, Россия в мировом пространстве. Только так. Это факт. Россия – это война. К сожалению, конечно же, мало понимают и знают люди на Западе, что есть и другая Россия. Она существует. Не все уехали. Хотя вы видите сами, какое количество людей сейчас покинуло страну. И не только потому, что они боятся каких-то преследований, расправы. Не все же уехали политики и гражданские активисты. Но просто люди понимают, что там будущего никакого нет. Что работать там невозможно. Ни в какой сфере. Что ты просто изгох, и у тебя все рушится. Карьера, учеба. Много студентов уезжает, много айтишников уезжают. Очень много уезжает так называемых людей вне политики, которые так любят себя оппозиционировать. Я вне политики. Но вот эти вне политики тоже сегодня уехали. Потому что понимают прекрасно, что перспективы оказаться в стране, которая из себя представляет что-то среднее между Кубой и Северной Кореей, какая-то очень достаточно невеселая история. Но да, повторю, отвечая на ваш вопрос. Символ войны, безусловно. Россия – это война. К сожалению, это так. Ксения, позавчера было одно из самых интересных информационных сообщений в Ютубе. Это интервью президента Украины Владимира Зеленского. Очень хорошим, как я считаю, журналистом. И Тихон Дедко, и Михаил Зыгарь, и Владимир Соловьев. Нормальный Владимир Соловьев. И кто-то еще один был, их было четверо. Как вы вообще оцениваете... Иван Колпаков, да, Медуза. Как вы оцениваете это интервью с точки зрения политика Зеленского и, скажем так, вашего коллеги, бывшего актера? Я говорю актера, настаиваю на этом, потому что он не клоун, как любят в российском эфире часто это говорить. И дополнительный вопрос. Почему не было женского голоса в этом квартете? Ну, отвечая на второй вопрос, мне абсолютно, честно говоря, все это неважно, женский там был голос или мужской. Это вообще, кажется, придуманная история, придуманная дискуссия, за которую, честно говоря, мне стыдно. Вот, ей-богу, говорю вам, как на духу. Стыдно за тех, кто ее развязал. Это просто неприлично. Когда идет война, когда люди гибнут, да, когда стираются с земли целая страна, рассуждать там о каких-то гендерных равноправиях, да еще связанных с интервью. Просто чушь собачья. Что касается самого интервью и самого Владимира Зеленского, конечно же, он никакой не клоун. Клоуны все те, кто сегодня про него так говорит. Вот они как раз клоуны, которые по телевизору, по советскому, извините, по российскому телевизору кричат, визжат, брызгают слюной и истериат, вот они как раз клоуны. А Владимир Зеленский, не то что политик, я просто убеждена, что это настоящий герой нашего времени. И он обязательно получит, я уверена, свою Нобелевскую премию мира. И такие испытания выпали на долю этого человека, что не знаю, кто мог бы с ними справиться. А вот артист, талантливый человек, который пришел случайно, по сути, в политику, он ведет себя не то что достойно, действительно повторю, как настоящий герой. Он человек, он живой человек, и в этом интервью он тоже был живым человеком. Он с людьми, он со своим народом, он никуда не бежит, у него на его лице нет ни тени страха, но при этом он никаким образом не старается себя сыграть в героя. Он не артист уже давным-давно. Это его суть, он такой, какой он есть. И, конечно же, интервью это, мне кажется, имеет огромное значение и для российской аудитории, надеюсь, что его многие увидели, кто захотел, тот увидел, ну и вообще для всего мира. Хотя Владимир Зеленский большой молодец, что он каждый день появляется в эфире, либо в эфире каких-то каналов, либо выступая перед какими-то парламентами европейских стран, либо выступая в Конгрессе, либо выступая в Книссети в Израиле, либо просто записывая видеообращение, буквально на телефон обращаясь к своим соотечественникам. Это очень важно. И то, что он все время находится внутри, и люди понимают, что он избежал, что их президент с ними. И разделяет с ними всю боль, страдания, утраты, и вместе с ними надеется на победу. Конечно же, самые проникновенные, самые страшные слова, которые сказал Владимир Зеленский в этом интервью, были как раз посвящены России страшной совершенно ситуации с погибшими солдатами, офицерами, военными, которые лежат на полях Украины, которые никто не забирает. Это, конечно, жуть. Его простые слова, когда он отвечал на этот вопрос, и говорил про то, что, слушайте, это же не скот, это же люди, все можно понять, но как тут, как же не забрать своих мертвых? Это загадка. Это лишний раз подтверждает, что чудовищная власть сегодня в России. Но, собственно, к сожалению, мы не можем похвастаться какими-то страницами, в этом смысле счастливыми. Не повезло, не везет нам. Был какой-то короткий период, если, я не знаю, вы меня не спрашиваете об этом, но я тоже об этом все время думаю, было ли когда-нибудь в нашей стране, вот на моей памяти, да, я вот дитя вот теперь я родилась при Хрущеве, да, вот я эту жизнь прожила, сознательно большую часть жизни прожила при Леонидовиче Брежне, в советское время. Но для меня, например, самое такое было счастливое время, время надежд, это, безусловно, Михаил Горбачев и перестройка, когда вдруг казалось, что не только политика поменялась в стране, и внешняя политика, и внутренняя политика, но и менталитет, но и настроение общественное, но вдруг народ стал совсем другим, вдруг оказалось, что вот мы сейчас столько всего узнаем про нашу историю, про нашу трагедию прошлого, что мы не позволим никогда больше с нами такое повторить, с нами такое сделать. Но видите, история оказывает совсем другое. Ну, не скажу, что она там, наверное, она ничему не учит, да, но как кто-то сказал, что она ничему не учит, но зато жестоко мстит за невылученные уроки. Вот я думаю, что сегодня мы пожинаем плоды за наш 20 век, который мы не взяли на себя эту вину 20 века, не покаялись, извините за это слово, затертое, но я думаю, что вы тоже помните, у нас была такая целая кампания, связанная с покаянием общественным, и даже фильм «Тенгизабу Ладзе» был в то время невероятно популярен и важен как некая ступень к новой жизни, но этого не случилось, не случилось. Вот к чему мы пришли, к страшному фашизму. Да. Ксения, вот смотрите, говоря о фашизме, главным криком в Германии в 30-х годах было «Хай Гитлер». В 45-м году те же люди, которые в экстазе кричали «Хай Гитлер», протягивая руку за хлебом, кричали, уже тише говорили «Гитлер капот». Владимир Путин не взялся из воздуха. Он появился, будем так говорить, как живой, нормальный человек, и надо сказать, что его Борис Ельцин представил, его Борис Ельцин номинировал на президентский пост, и вместе с тем общество российское с воодушевлением это поддержало. Несет ли российское общество сегодня ответственность за этого человека, за преступление этого человека, и будет ли оно в будущем, вот это вот, знаете, как раньше было «Хай Гитлер» и «Гитлер капот», так же будет и по отношению к Путину? Конечно, несет. Коллективную вину никто не отменял, и мы это видим на примере Германии, о чем вы сейчас вспомнили. Это так, это факт. В Германии тоже оболванили народ, очень быстро. Казалось бы, такая нация, боже мой, что там Россия, Германия, такая нация образованная, с такой историей, с такой культурой. Мы там еще по деревьям прыгали, а у них уже было великое искусство и великая литература. А тем не менее это случилось, и это случилось без интернета, без телевидения практически. Телевидение-то так только стартовало. У них было только радио и стадионы, и больше ничего. Тем не менее они это сделали. И также действительно то же самое немецкий народ говорил, когда ему рассказывали про то, что сжигают в печах людей, пытают людей, расстреливают и бросают их в ямы. Они говорят, что вы, что вы, это фейки. Ну вот уражаясь сегодняшним языком. Вот так же и сегодня говорит большинство нашего населения, это фейки боятся в это верить. Хотя сегодня, конечно же, возможностей узнать, что происходит на самом деле, гораздо больше, чем в 20 веке. Стоит только вот открыть интернет, нажать любую кнопку, и ты тут же увидишь все. Все, что происходит за стеной твоего дома. Что происходит на территории другой страны. Увидеть эти разрушения, увидеть горе этих людей, увидеть миллионы беженцев, увидеть, как весь мир помогает беженцам, увидеть, как весь мир нас ненавидит. Но почему-то россияне в большинстве своем этой возможностью не пользуются. Им удобно видеть то, что им показывают по телевизору. Отчего это происходит? Я думаю, что, конечно же, это вопрос, связанный уже с искусством. Даже не с искусством. Это скорее что-то такое медикаментозное. Я думаю, что об этом еще напишут тома и диссертации, будут рассказывать как о немецком ужасе, коллективном помутнении, так и о коллективном помутнении России. Виноваты ли я в том, что Путин такой, и что Путина привели к власти? Конечно, виноваты. А куда деваться? Все же за него голосовали. Я вам скажу, конечно же, можно обвинить во всем Бориса Николаевича Ельцина, потому что, да, он указал на этого человека. И многие люди, верившие в Бориса Ельцина, поверили ему на этот раз, что раз Борис Николаевич говорит, значит, так оно и есть, так оно и будет. Но ошибка была, на мой взгляд, не в том, что он показал на этого человека, а в том, что он вообще на кого-то показал. Он не должен был этого делать. Если он защищал основы демократии и строил основы демократии в этой стране, в России, он не имел права никаких преемников не назначать, не указывать, не даже намекать. Должна быть предвыборная кампания, на которую придут в одинаковом положении кандидаты, и народ будет сам выбирать. Но тогда этого не случилось, и уже не случилось никогда. Что касается Владимира Путина, никаких иллюзий не было, очень многих людей. Тут я с вами не соглашусь. Про него все было понятно с самого начала. Он не был популярным политиком, но перед тем, как войти в Кремлевский кабинет и получить в наследство от Бориса Ельцина Россию, он ему еще сказал, уходя из кабинета, берегите Россию, помните эту фразу наверняка, он все-таки занимал пост и премьер-министра, он занимал пост главы ФСБ, и вообще был довольно известным чиновником. Прекрасно все про него все знали. Откуда этот человек, чем он занимался в советское время, где служил, и, собственно говоря, какая печать у него на лбу. Вот эта вот буква «З» сегодня, символ войны, она вот как раз и проявилась на этом лбу, которая всегда на нем была. Просто мы делали вид, что нет, ну что вы, он такой интеллигентный, он за демократию, он либерал. Это все чушь собачья, этого ничего не было. Не было. И очень многие люди про это говорили, но их никто не слушал. Я помню, как Сергей Ишенков, известный в ту пору политик, либеральный, один из авторов, кстати, расследования взрывов домов 99-го года, как он говорил, этот подполковник вам еще покажет, подождите, он говорил своим товарищам по Союзу правых сил и по демвыбору России, которые тогда решили поддержать Владимира Путина на выборах 2000-го года. И он был категорически против этого. Так что не все были одурманены, не все были очарованы и не все поверили. Но, тем не менее, это произошло. И ошибка, кстати, либералов и ошибка демократов, огромная, я считаю, политиков, которые приняли вот это пожелание Бориса Ельцина и пошли у него на поводу, веря в то, что они выбирают, что называется, лучшее из худшего. Ксения, а вот смотрите, вот мы сейчас говорили про такие слова, значит, оболванивание, сейчас популярно слово зомбирование. Да. А не кажется ли вам, что эти слова в какой-то степени оправдывают общество? Или, может быть, я, например, может быть, общество именно искренне относится к Владимиру Путину, как тогда относилось к Адольфу Гитлеру? Как вы думаете? Черт его знает. Может быть, вы правы, может быть, вы правы. Но вы знаете, вот честно вам скажу, мне вот сегодня совершенно неважны причины, по каким причинам сегодня наша страна сошла с ума. И любит ли она Путина, потому что, потому что она его любит, потому что он так прекрасен, что они в него все влюблены, и просто такой коллективный оргазм происходит на всех этих Путинках, да? Либо это они зомбированы пропагандой, либо еще по каким-то причинам. Мне абсолютно все равно. Но я просто вижу, что это безумие, коллективное безумие, которое когда-нибудь, не то что остановится, это будет страшное прозрение. И правду, которую мы потом узнаем про то, что происходило внутри этой политической жизни, так называемой, всю эту правду, о том, как готовилась эта война, и какие были планы, она будет страшной. И правду, которую знает это общество, обезумевшее, эта правда будет страшной. Не все ее переживут, эту правду. Вопрос вот такой. Что вы думаете о русской православной церкви в данной ситуации? И о патриархе Кирилле, его позиции? Вы знаете, это не первый случай, когда наша церковь не то что благословляет войну, она ее поддерживает. Все-таки давайте будем честны, несмотря на этот ужас и масштаб злодеяния, который мы сегодня наблюдаем, это не первая война, которая развязывает руководство нашей страны. Мы переживали и чеченские войны, и первую, и вторую, и много чего другого переживали. И всегда русская православная церковь всегда была на стороне власти. С самого начала, с самых первых дней существования новой РПЦ, как там она называется, не знаю, да, никогда в жизни российская русская православная церковь против властей не бунтовала, чтобы эти власти не затеивали. Они могли взрывать дома, могли убивать людей, детей во время теракта на Дубровке, травить газом, да, или убивать детей, взрывать во время теракта в Беслане. Ничего никогда в жизни никакая русская православная церковь не говорила. Ничего. Кстати, при этом она активно всегда участвовала в предвыборной кампании. Мы все знаем, особенно на проповедях, на литургиях, и Патриарх Кирилл, и очень другие многие иерархи всегда обязательно не забывали выказать свое восхищение, уважение и подчинение этой власти. Так что здесь никаких у меня лично удивлений нет. Все идет по плану, что называется. К сожалению, это так. Аксения, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и вернемся через пару минут. Не отключайтесь, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания радиостанции «Народная волна» Чикаго. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с российским журналистом-обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Ксенией Лариной. Ксения, вы с нами? Да, я с вами. Только радиостанции «Эхо Москвы» больше нет. Ну, будем так считать, что она есть в нашей памяти. Поэтому вы остаетесь в нашем сердце. Поэтому вы остаетесь обозревателем и журналистом «Эхо Москвы». Ксения, вопрос такой называется «Прогрессивные пропагандисты». То есть прогрессивные, потом запятая, пропагандисты. Что я имею в виду? Когда-то эти люди, журналисты, были действительно прогрессивными журналистами. И Владимир Соловьев, и Татьяна Миткова, и Александр Гурнов. Можно еще многих называть, чтобы просто не занимать время в программе. Киселев Дмитрий, между прочим. Дмитрий Киселев, да, Дмитрий Киселев. Что случилось с этими людьми, которые сейчас, ну, я даже не знаю, как их обозначить, кроме слова «пропагандисты». Подлецы, наверное, ну, не знаю, можно ли это говорить. Соучастники, да. Вы их знаете много лет. Как бы можно их прокомментировать? Это очень сложный вопрос. И знаете, что самое удивительное, что ответа на этот вопрос я не знаю. Поскольку вы правы, этих людей мы знаем давно. Мы с моей коллегой, подругой Ириной Петровской много лет ведем программу, ввели программу на радио «Эхо Москвы. Человек из телевизора». Естественно, отслеживали все перипетии развития отечественного телевидения, развития и деградации. И, конечно же, прекрасно помним всех перечисленных вами журналистов, лиц телевидения, которые представляли собой совсем, совсем другое пространство. Свободное, демократическое, умное, честное, порядочное, профессиональное. Это удивительно. И Дмитрий Киселев, и Татьяна Миткова, у которой есть в ее биографии просто героические поступки. Я думаю, что стоит напомнить вашей аудитории, что именно Татьяна Миткова когда-то отказалась читать в эфире канала своего, что я помню, где она там работала, по-моему, на Вестях, решение правительства Советского Союза о введении войск в Вильнюс. Она отказалась читать это постановление, за что была уволена. Ну, можно так про каждого рассказать. Вопрос, не знаю, я честно вам скажу, я не знаю. Потому что понятно, что какое-то время назад мы перестали общаться совершенно. Конечно, я со всеми лично была знакома и с Дмитрием Киселевым, и с Володей Соловьевым. Видите, даже сейчас я говорю с Володей. Это ужасно. С Владимиром Соловьевым, да? И с Татьяной Митковой, и с Эрнестом Мацкявичусом. Это все была одна команда. Что потом случилось, как будто бы какую-то лоботомию сделали. Вы понимаете, что самое страшное? Как я понимаю, говорить на эти темы с ними невозможно. Потому что, если раньше, в советское время, наши советские пропагандисты, которых тоже вы наверняка помните и знаете, там уровня, не знаю, Бовина, Генриха Боровика, и многих-многих других профессиональных людей, в том числе Владимира Владимировича Познера, между прочим, они же все были нормальными людьми. Они отрабатывали свой хлеб, свои зарплаты пропагандистские на эфирах советского телевидения. Потом возвращались домой, снимали пиджаки, галстуки, превращались в обычных, нормальных мужиков, которые травили политические анекдоты, выпивали с друзьями, поливали всеми возможными словами и советскую власть, и Брежнева, и все было, были обычными людьми. А потом опять надевали пиджаки и шли на работу. И это было нормально. Сегодня, я вас уверяю, эти люди и во сне не сдадут своего Путина. Даже если они будут спать, если их напоить, опоить, или вколоть им укол сыворотку правды, они все равно будут говорить «я люблю его, я люблю его, я люблю его». Это безумие. Они точно так же безумны, как и то опасство, которое они воспитывают. Поэтому разговаривать с ними на эти темы и спрашивать у них, «что с тобой случилось? Чувак, ты же был нормальным человеком». Это нереально, невозможно. Он будет смотреть на вас оловянными глазами и будет повторять, как мантру, глядя тебе в глаза, что ты предатель, ты русофоб, ты предал свою родину, уезжай в свой Израиль или куда-то там, куда подальше. И живи там, и плюй, и попробуй плевать нам вслед. Никогда тебя Россия обратно не примет. Так что это, они нас воспринимают как врагов, всех вчерашних друзей. Не бывает, чудес нету. Объяснить это невозможно. Будем считать, что эти люди превратились. Их кто-то укусил. Ксения, вопрос о Алексея Венедиктове. Алексей Венедиктов славился своей медиадипломатией. Он умел договориться со всеми, с левыми, правыми, центристами. Пройти свой струй. Да, как многие говорят, пройти свой струй. Понятно, для чего это было сделано. А как вы считаете, вот эта компромиссность, ведь она его, в принципе, это не спасла. И, как мне кажется, может быть, вы знаете, ни один из его друзей, которых он называет, кстати, и Марго Симоньян, и Дмитрий Песков, не сказали о нем за последнее время вслед, хотя бы вслед, ни одного доброго слова, никакой поддержки. Как вы думаете, вот, мне кажется, Алексей Венедиктов сейчас вот он молчит, и он в таком серьезнейшем раздраек. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, он не молчит, он активно развивает свой YouTube-канал «Живой Гвоздь», куда я тоже всех приглашаю, там какие-то программы наши транслируются, и он как-то не собирается сдаваться, как журналист, не собирается превращаться в пыль. Как бы его ни старались превратить в пыль, он не желает превращаться в пыль. Он работает очень активно как медиаперсона, и дай бог ему на этом пути удачи. Не знаю, сколько он продержится. Что касается его так называемых друзей, я не знаю степени, насколько близка мне это была дружба, насколько это были близкие ему люди, может быть, он в это немножко играл, черт его знает. Я с ними водку не пила, с этими его друзьями, и виски. Но, конечно же, честно вам скажу, для него это был удар сильный, в том числе и по этой причине. И сам факт, конечно, уничтожения радиостанции, причем так совершенно нагло за пять секунд в середине эфира, просто отрубили и все. Нас так отключали один раз в жизни за 30 лет в 1991 году, 20 августа. Пришли ОМОНовцы с прикладами, разбили передатчик и отключили нас от эфира. И все. Но, правда, мы на другой день опять нас отключили. Но, правда, там само мероприятие длилось три дня, мероприятие под названием ГКЧП. Здесь, конечно, сам цинизм и наглость, и такой выстрел без предупреждения. Это, конечно, очень серьезный удар и по радио, и по нему. Хотя он держится, и я его за это тоже очень уважаю. Он не позволил себе размякнуть, раскиснуть. Ни один мускул в него не дрогнул, но я видела, что это для него удар страшный. Страшный. Потому что, конечно же, он рассчитывал на какое-то, ну, если не спасение радио, ну, хотя бы на какой-то разговор, чтобы там, как я себе представляю, это как бы я придумываю, я не знаю, я на эту тему с ним не говорила, но могу представить себе, что он думает о такой ситуации, что было бы правильно, если бы они там ну, как-то поговорили, провели какую-то с ним беседу. Ничего этого не было. Он, конечно, нарывался, что называется, потому что он мог бы немножечко поменять сетку в эти дни войны, но он и стал этого делать принципиально. Это тоже еще одна причина сказать о нем, что он при всех своих репутационных рисках, которые он понес за все время работы главным редактором радиостанции Москвы, при всех его попытках проскочить между строек, как вы говорите, все равно вот он не придает принципы профессии, это очень важно. И у нас до последнего дня выступали все те же, кто и выступал все время. То есть у нас выступали самые радикальные эксперты. Дмитрий Гордон, представляющие Украину, у нас выступал Евгений Чичваркин, у нас выступал Ходорковский в последний день нашего эфира. Так что, а мог бы поменять, мог бы сказать, собрать бы нас всех и сказать, ребят, давайте немножко так в туше, давайте сейчас не будем нарываться, давайте так проверенных людей, которые не сильно выступают, но он этого не сделал. Он этого не сделал. Он пошел ва-банк. И что? И получил. Конечно же, ужасно. То, что касается его способа существования и способа его сосуществования с этой властью, конечно же, он продлил нам жизнь, безусловно. Да, это было рискованно, но он нас в этом смысле совсем не запятнал, поскольку мы были абсолютно свободны. Ему звонили, я знаю, каждый раз, после каждого там кунтихира, ему звонили и кричали, это убери, это уволь, это заткни. И никогда, вот никогда в жизни до нас это не доходило. Он никогда не вызывал никого из своих авторов или ведущих и не устраивал выболочку по поводу того, что кто-то что-то не то сказал и не так выразился. Он мог опровергнуть это сам. Вот понимаете, в чем принцип главного редактора? У нас свободный эфир. Вот выступил Пархоменко, сказал что-то по текущим событиям. Потом выходит Венедиктов в своей передаче и говорит, вот я с Сергеем не согласен, я вот считаю так-то, так-то и так-то. Но он не вызовет Сергея Пархоменко и не скажет ему, что я запрещаю тебе это говорить. Поэтому при всех недостатках, при тараканах, сложном характере, я считаю, что нам с главным редактором повезло. Он молодец. Сделал все, что мог. И еще сделает, я вот в этом убеждена. Ксения, два года назад в Чикаго должен был приехать саксофонист, очень хороший музыкант Игорь Бутман. Член Полицсовета Единой России. Игорь Бутман должен был приехать два года назад в Чикаго со своими гастролями. И в рамках нашей программы мы обсуждали вопрос, пойдут ли люди на его концерт, потому что уже было известно, что Игорь Бутман, он такой, как говорится, любимец российской власти и, как говорится, бежит всегда впереди паровоза. Так как наша радиостанция транслируется на всю Америку, нам звонили с разных городов и все говорили практически одно и то же, что они пойдут на концерты Игоря Бутмана, потому что искусство не должно, значит, соприкасаться с политикой. Политика отдельно, да, политика отдельно, искусство отдельно. Как вы думаете, вот сейчас должны ли, война закончится, мы очень на это надеемся, и начнутся опять гастрольные, значит, эти вояжи, должны ли люди ходить на концерты того же Газманова, значит, Басков, кто там такие выдающиеся. Вы имеете в виду люди, которые за пределами России? Да, да, за пределами России, потому что они очень любят приезжать, они часто у нас бывают, и посещать Европу они любят, так что, вот в этом плане. Я поняла вопрос. Во-первых, я надеюсь, что эти люди никогда никаких концертов в воздревом будущем не получат ни в Европе, ни в Америке. Я бы очень хотела, чтобы и ваша аудитория тоже это понимала, потому что за публичные поступки надо отвечать. Политика отдельно, искусство отдельно, это все для бедных, это все ерунда. Политика, что такое политика? Политика, это когда человек делает политические заявления, подписывается под политическими заявлениями, выступает в поддержку политических поступков, политических выступлений, простите за тавтологию. Все это эти люди прекрасно делают. Они не скрывают своей политической позиции. Поэтому здесь не отсидишься и не скажешь «я вне политики». Эти люди не вне политики, они активные участники, и повторю, так же, как и пропагандисты Первого канала, и Второго, они те же соучастники. Потому что они не только поддерживают эту войну, они ее разжигают. Они разжигают страсти вокруг этой войны. Они призывают людей поддержать эту войну. И все, что они творят, это преступления. Точно такое же, как преступления и политиков, и военных, которые проводят эту так называемую спецоперацию под названием «Война». Война против целого народа. Несправедливая захватническая война. Поэтому эти люди должны отвечать для меня большая загадка, почему до сих пор многие из них имеют возможность устраивать свои концерты в Европе и в Америке. Можно я задам вам вопрос? Да, пожалуйста. Конечно. А что, как русская Америка относится к нынешней ситуации? Русская Америка как воспринимает события в Украине? За кого она вот в этой истории? Смотрите, в Чикаго очень большая украинская община. И в процентах, скажем так, 85, я думаю, она настроена очень относительно, плохо по отношению к России. Возрастная составляющая того, что кто за Путина, это, к сожалению, люди после 65 лет. но в Чикаго и в Америке, мне кажется, в большинстве своем, конечно же, относятся отрицательно к войне. Даже те, кто когда-то, я думаю, поддерживали Владимира Путина и вообще политику России. Могу сказать, что в личном плане у меня есть очень близкий друг, который, к сожалению, полностью поддерживает то, что делает Россия сегодня в Украине и общение с ним достаточно усложнилось на этом. Я хочу просто добавить то, что Геннадий говорит. Вопрос заключается в том, что в Америке очень развито российское телевидение и программы, которые на протяжении многих лет транслировались в России, это и «Вечер с Владимиром Соловьевым», это и «Передача 60 минут со Скобеевыми», люди все это смотрели. И вот люди после 60, те, кто именно был направлен на российское телевидение, они в большей степени поддерживают. Мы не скрываем это, это действительно есть, так как мы работаем на радио и мы с людьми беседуем, это есть. Они поддерживают Владимира Путина, они считают, что он прав. Надо наказать этих, что в Украине существует нацизм, что там фашизм и так далее, глупость несусветная, но люди в это верят, к великому нашему сожалению, действительно это есть. Но в меньшем, будем так говорить, проценте, чем в России. Ксения, вопрос такого плана. Есть две гражданские позиции. Владимир Машков и Чулпан Хаматова. Мы видели выступление Владимира Машкова на стадионе, достаточно артистичное, вдохновенное. Сегодня он разместил букву «З» на театре, на здании театра имени Табакова. И мы видели слезы Чулпан Хаматовой в передаче Катерины Гордеевой и ее лицо, на что было очень тяжело смотреть. Вот как вы определили бы вот этих два жизненных пути, двух прекрасных актеров, надо сказать, талантливейших, наверное, основных сегодня. Вот как вы смотрите на это? Очень. Это мне очень тяжело тоже про это говорить, потому что я все-таки по первой своей специальности артистка и заканчивал институт параллельно как раз с Володей Машковым. Мы были очень дружны, были в одной компании. Вообще я его знала совсем другим человеком. Уж не знаю, может, это Америка его так изменила, потому что вернувшись оттуда, как говорилось в пьячуме бриллиантовая рука, он стал совсем другим. Деньги его изменили. Урожай в пьянг. Ну, что тут говорить. Это, к сожалению, опять же, не лечится. Вы наверняка видели, что он практически отказался от своей дочки, Маши Машковой, которая выступала на CNN. Она живет в Америке, в Лос-Анджелесе, снимается. Она актриса, замечательный, талантливый человек. И она как раз рассказала в эфире CNN, что она имела разговор с отцом, где он сказал ей, что, типа, возвращайся, будь хорошей россиянкой, покайся, извинись, не пристань предавать родину, вернись в Россию. Это все всерьез. По сути, от нее отказался. Это вообще ужас какой-то. Потому что она пыталась с ним наладить отношения. Ну, что делать? Я тоже думала, кстати, вы знаете, зная Володю много лет, и мне было ощущение, подозрение, что он в это играет. Что он такой любитель таких вот острых, экзотических выступлений. Они немножко плюсуют по актерски, уж слишком, уж слишком, как-то уж совсем выгибается, как-то прям совсем, как будто роль играет какую-то. Но оказалось, нет. Это стало его сутью, это все на полном серьезе. Я вижу, как сейчас, поскольку я общаюсь с актерами театра, Табакова, которым он руководит, я вижу, какую испытывают, какой ужас испытывают его артисты, которые, понятно, что не все, далеко не все, да практически не все, поддерживают его в этой его любви к власти, к Владимиру Путину и к войне. И они пребывают в состоянии ужаса, стыда и позора и понимают, что им делать дальше. Мне кажется, что сейчас этот театр ждут целая череда уходов. Что касается Чулпана, я верю этому человеку, я тоже ее знаю, я знаю, она очень искренний человек, я уверена, что она и заблуждалась искренне, то, что она говорила Катерине в интервью, это чистая правда. Я считаю, что пусть так, пусть будет так, пусть человек осознает сейчас, что он защищал и куда его втянули, да, и кому он поверил, пусть сейчас осознает этот ужас, что выбор-то какой, что сейчас-то либо ты войне служишь, да, либо ты бежишь оттуда и говоришь, нет, больше никогда, никогда больше, как известный слога. Я, например, очень даже рада, что она сделала такой выбор, что она не смогла это терпеть. И видно, что человек находится в тяжелейшем состоянии эмоциональном, ей это все нелегко удалось, тем более, что дело, я имею в виду ее благотворительность, ее вот это большое дело помощи детям, это дело ее жизни, она в него вложилась вся, всю семью туда, ну, просто она пожертвовала очень многим, в том числе и многими вещами в карьере, и своей семьей, она всю жизнь посвятила вот этому своему, своей миссии. И, конечно, уходить оттуда, уезжать оттуда в такой панике, это поступок тяжелейший. Я очень рада, что ее, кстати, пригласил Алвис Херменис, режиссер нового Рижского театра, пригласил ее в театр, и она будет работать как актриса, потому что она выдающаяся актриса. Ну, вы знаете, я повторю, что, к сожалению, это никак не связано, талант не связан с убеждениями, мы это видим на многих примерах, и на примерах многих музыкантов, в том числе, которых вы упоминали, или там Гергия, вы возьмите, выдающийся музыкант, или вот Борис Березовский, выдающийся пианист, который сейчас по телевизору говорит, какие-то чудовищные вещи, чудовищные, просто какие-то кошмарные, кровожадные, бесчеловечные вещи говорит, и при этом еще повторяет, что мы, я не политик, я не военный, я гуманист, а что бы нам не окружить Киев, не отключить электричество, пусть типа там все мерзнут и подыхают, это говорит гуманист, что это в головах у этих людей, я не знаю, так же, как и писатели бывают, талантливые, а абсолютные сволочи, да, а есть Захар и Прилепин, да, Захар Прилепин, например, вот у меня его роман «Обитель» стоит на полке, я этот роман очень любила и считала его одним из лучших произведений нашего времени, ну, что теперь делать, как, значит, один человек писал, а другой человек сейчас убивает людей, призывает убивать людей, ну, есть классический пример Никиты Сергеевича Михалкова, но это совсем уж такое вырождение мы наблюдаем, то есть вот все-таки на что я уповаю, не то, что зрители не придут и будут бойкотировать концерты или книжки или спектакли человека, который совершает подлости, да, и призывает к уничтожению других людей, а то, что Бог отвернется, потому что талант это все-таки вещь такая, она как бы дается свыше, но и отнимается тоже тем же, кто дал. И вот на примере Михалкова мы видим, что талант отобрали давно, он давно ему сказал «до свидания, Бесогон, пока-пока». И мы это видим, все его попытки вернуть себе былую славу художника, они все обречены на провал, потому что его ничего не получается, он мучит. Это как человек, который вчера еще говорил на человеческом языке, а сегодня забыл все буквы. Он только мучит, говорит, а сказать ничего уже не может. Все, отобрали у тебя речь. То же самое со всеми случится, я в этом уверена. Ксения, у нас остается буквально три минуты, но очень важный вопрос. Вот вы вспоминали в начале нашей беседы о Горбачевских временах, свобода и так далее, и так далее. Мы, кстати, тоже помним хорошо это время. А вот, как вам кажется, может быть, общество, это в принципе и осталось советским, может, не было у этого общества вот этих 30-40 лет, когда Моисей водил свой народ по пустыне, чтобы они избавились от рабства. Может быть, у российского общества не было этих лет, к сожалению. Почему не получилось? Я тоже, конечно же, мы все про это думаем, где-то развилка, почему вчера еще мы читали и смотрели, и ужасались, и делились, и казалось, что все, мы другие. И на улицу выходили, я имею в виду перестроечное время, когда чуть ли не миллион выходил уже за отмену шестой статьи Конституции. Не за колбасой же люди выходили, это все мифы, что там якобы за колбасой, не за какой колбасой народ не выходил, он выходил за свободой, им казалось, что все, вот он больше не может жить в этой духоте. Значит, не построилось общество, я так скажу. Понимаете, в чем дело? Вот я живу не в России, я живу в Европе, я живу в Португалии, и я вижу, что у этой страны, у Португалии, тоже была история не самая простая. И свой фашизм был, и своя диктатура была, и свои беды, и все было непросто. Но при том, при всем, у них есть гражданское общество, которое из себя представляет народ. Я его вижу. Вижу в том, как они обсуждают насущные проблемы, как они выходят голосовать, как они добиваются того, что им кажется важным и справедливым, требуя от власти того, на что у них есть право. Это и есть общество. Мы этого общества не построили. Кто тут виноват? Вы знаете, мало времени, я понимаю, но я скажу так, эти ошибки обсуждались на заре путинского режима еще при жизни Бориса Ефимовича Немцова, при жизни Егора Тимуровича Гайдара, когда они говорили о том, что они поменяли экономику, а сознание людей не поменяли, не занимались этим. Они были убеждены в то время, наши реформаторы, что рыночная экономика, она за собой подтянет и другое сознание людей, что оно изменится. А этого не произошло автоматически. Вы правы. Это такая раскоряка. Рынок построили, а народ остался советским. Народ остался неграмотным. Народ остался с точки зрения права, безграмотным, абсолютным и непонимающим ни прав своих, ни обязанностей своих, ни справедливости настоящей. Так что, да, это так. Придется начинать сначала кому-то, но не нам уже. Ксения, короткий вопрос, короткий ответ, уже время заканчивается. Куда плывет российский корабль? Я могу ответить? Но боюсь. Это будут ваши последние слова в вашем эфире. Ну, хотя бы так. Большое вам спасибо за это интервью. Спасибо. Мы надеемся, что мы не последний раз с вами беседовали, с вами очень интересно. Берегите себя. Желаю вам удачи. Спасибо. И мы надеемся на лучшее. Всего самого хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова